Более 500 домов остались без водоснабжения в микрорайоне Альмирек. В итоге сотни жителей вынуждены сейчас качать воду из скважин. Оказалось, что при разработке проекта по прокладке труб произошла ошибка. В ситуации разбиралась Жанна Тайтенова. Заработал. Вода нечистая. На глубине 24 метров скинуть невозможно. Для семьи Алика Таирова эта скважина – единственный источник живительной влаги. Но вот уже 12 лет они пользуются некачественной водой. В последнее время, говорит мужчина, устройства для очистки быстро засоряются мусором и песком. В такой воде даже купаться небезопасно, жалуется он. Аналогичная проблема и у соседей. Жители надеялись, что в этом году по улице Мангалекель проложат трубы будущего водопровода. Но оказывается, этот участок не вошел в проект. Видимо, чистую воду горожанам так и придется возить из других районов. И вот теперь нашу улицу со стол подрядчика, здесь постоянно находится парень, представитель подрядчика. Он сказал, что вас нет в проекте, который разработал заказчик. Жильцы рассказывают, как возили воду из скважины на экспертизу в лабораторию. Специалисты тогда посоветовали не употреблять ее в пищу, так как это далеко не безопасно. Однако для многих альмирековцев это пока единственный источник влаги. Фляги набираем и ставим, думаем, пусть стоит в запасе. Через три дня открываешь, там уже лягушки плавают, зеленая вода, действительно, невозможно его пить, воняет. Когда мы спросили у подрядчика, нам сказали, если сейчас не пойдем и не подадим заявление в Акимат, то в следующем году нас уже никто не включит в план и мы вообще можем остаться без воды. Всего в Альмиреке 18 улиц, это 1100 домов. Из них около 600 абонентов подключены к центральному водоснабжению. Но часть жителей продолжают качать воду из скважин. По проекту, который разработали в Управлении энергетики, в микрорайоне должно быть заложено 12 километров магистральных сетей. На сегодняшний день по сцене на 20 число у нас проведено из водопровода из 12 километров проложено 2,5 километра. Также канализационная сеть из 11 километров проложена у нас 1 километр. На вопрос, почему улицу Мангалекель не включили в проект и когда жители смогут пользоваться чистой водой, специалисты пока не ответили, но сообщили, что проектированием занимались заказчики. Между тем, у представителей Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития свои аргументы. Проект в этом районе составлялся с 2014 года по 2016. Возможно, в этот период документы жителей были не в порядке, или, возможно, Акимаат района неправильно подал списки улиц и домов. Если будет возможность, мы постараемся внести эту улицу в действующий проект. Но если не получится, придется составлять отдельный проект. Работы по проведению водоснабжения в микрорайоне Альмерек обещают завершить до конца 2020 года. Шана Тайтенова, Нурану Разбеков, телеканал Алматы.